Приветствую вас, Анна. Я подумал, что вы аноним, Анна. Я прочитал ваш вопрос, и сейчас я хотел бы на него ответить. Значит, смотрите. Во-первых, что-то произошло два года назад. Что-то случилось два года назад. Точнее, даже не два года назад, а вот какое-то время, да? Потому что вы говорите, что два года назад было, а сейчас нет. Значит, что-то произошло, в результате чего у вас исчезли из отношений секс, внешность, значит, я полагаю, ласка какая-то, да, тепло и забота. Что-то произошло. Естественно, что происходило это постепенно, это происходило не сразу, это не могло происходить сразу, скорее всего. Ну, очевидно, что-то на это повлияло. И совершенно очевидно, что это что-то требуется выявить. Совершенно очевидно, что это что-то требуется скорректировать. Совершенно очевидно, что это что-то требуется выяснить и уже дальше с этим что-то делать. есть причина. Следующее. Мужчина не хочет с вами разговаривать. Говорит, что все нормально. Да, может быть и все нормально. Но что делает человек? Человек игнорирует ваши желания. Человек игнорирует ваши потребности. То есть все нормально, все нормально, а секса нет. И вам здесь нужно в открытом заявлять о своих желаниях, говорить о них. И если человек не хочет их удовлетворять, то соответственно, если у мужчины нет желания обсуждать, если у мужчины нет желания идти навстречу вам, то есть, к примеру, он секса не хочет, но вы-то почему должны терпеть, то в таком случае для вас выход это расставание или, по крайней мере, время на отдельное проживание. Потому что по-другому, у мужчины просто не будет мотивации что-либо делать. Ему с вами удобно, ему с вами хорошо. У него просто нет мотивов что-то менять, а ваше желание почему-то его не интересует. Почему сказать сейчас сложно. То ли вы себя обесценили благодаря своему поведению, то ли мужчине просто стало плевать. Но как вы понимаете, если мужчине стало плевать, то отношения ваши тоже подошли к своему такому концу с точки зрения эмоционально-духовных взаимодействий. Следующий очень важный момент заключается в том, что, ну, это помимо, помимо невозможности для вас выражать свои желания, вот. Важный момент заключается в том, что вы вместе уже, я так понимаю, больше двух лет, а вы живете вместе, но почему-то не создали семью, то есть не закрепили свои отношения. Это, по меньшей мере, странно и, возможно, это еще один звоночек в пользу того, что между вами что-то не так, вот, а возможно это звоночек в пользу того, что вы избегаете по-настоящему близких и искренних отношений, потому что, ну, например, не знаете, что с ними делать и как себя вести, или просто боитесь близости из-за того, что у вас нет лишних границ. Совершенно очевидно, что как-то вы себя в отношениях позиционируете деструктивно. В первую очередь деструктивно для самой себя, в первую очередь. Вот. В первую очередь для молодого человека. Идеальным решением для вас было бы обратиться вместе с мужчиной на консультацию. Вот. вместе с мужчиной обратиться на консультацию. И вместе с мужчиной поработать над своим взаимодействием. Да? То есть, вот именно посмотреть на то, как вы друг с другом непосредственно взаимодействуете. Посмотреть, как вы друг с другом непосредственно общаетесь. Вот. Посмотреть, как вы вы выстраиваете выстраиваете ну, свои отношения друг с другом, опять же. выстраиваете вот и и вполне вероятно что где-то где-то вы найдете увидите причину причину ваших ну, причину причину ваших трудностей на данный момент. вот а может быть и не только на данный момент может быть вы увидите эм гораздо больше может быть вы увидите гораздо больше эм потенциала для себя нежели чем вы видите сейчас. Но в любом случае эм совершенно очевидно что эм что что это делать нужно с этим. Совсем очевидно что эм какие-то действия предпринимать вам для улучшения ваших отношений так же нужно и совершенно очевидно что само по себе да оно не справится не изменится не поменяется вот поэтому что-то смотрите сами безусловно смотрите сами решайте сами сами вот но как бы хотелось бы вас вот просто предупредить о том что могут быть вот такие тонкости ну что такие вот тонкости при взаимодействии вот как правильно мой коллега сказал вообще отношения выстраивают двое людей и вы выстраиваете отношения в принципе так же как и мужчина вот и если что-то не складывается то причину нужно искать в том числе и в себе причину нужно искать в том числе и свое своей модели модели а своей модели модели поведения вот скорректировав которое superpower вы смогли бы ситуацию немного улучшить Но, на мой взгляд, проблема заключается в том, что в какой-то момент ваши отношения перестали развиваться. То есть, они двигались, 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 они развивались, развивались, вот, а в какой-то момент пресса перестала развиваться. Вот, и, соответственно, это начало влиять на то, как вы друг друга видите. Вот, на мой взгляд, основная причина, основная проблема, вот, именно если мы говорим про взаимодействие ваше, да, вот если мы говорим именно про взаимодействие вас как пары. Одна проблема, мне кажется, мне кажется, именно в этом, вот. Конечно, конечно, я могу ошибаться, конечно, я могу быть не прав, но пока это всё указывает именно на этом, именно на такую историю. Вот, я не хочу сейчас оказаться истиной в последней инстанции, это было бы неправильно, вот. Но, мое мнение такое, с позиции психологии, с позиции психотерапии, вот, ну, профессиональной психологии и профессиональной психотерапии. Так, это значит, ну, вот, цель какая, давайте определимся с целью немножко. То есть, как-то, вот, вы говорите, как поступать в, 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 такой ситуации, да? Эм, ну, как поступать, чтобы, чтобы что? Какая цель? Эм, потому что, от, пацанов, к цели, в общем-то, в общем-то, зависит. Ну, зависит, довольно, довольно много, довольно много зависит от остановки цели. Если вы, к примеру, поставите цель неверной, если вы неверно скорректируете для себя цель, то могут быть серьёзные проблемы. Поэтому, здесь, эм, вопрос, именно, в целеполагании, если вы говорите, как поступать, то это, эм, именно вопрос в целеполагании. Ну, в вашем целеполагании. Чего я хочу. Чего я хочу и, эм, что мне, что мне нужно. Если, если хочу, эм, наладить отношения, ну, например, с эм, эм, своим партнёром, это одно. И это, эм, один момент. Если вы хотите наладить отношения со своим партнёром. Эм, если вы, хотите, к примеру, эм, эм, в себе разобраться. Вот. Это другой момент. Вот. Но правда заключается в том, что нужно определиться. и в зависимости от, эм, в зависимости от этого, в зависимости от того, эм, что вы, что вы решите для себя. Вот. Ну, уже можно будет что-то вам рекомендовать. Уже можно будет что-то вам говорить. Уже можно будет, эм, куда-то двигаться. Вот. Я думаю, я думаю, что примерно такой ответ вам можно дать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится в самом лучшем образе.